Субтитры подогнал «Симон» Сегодня праздник свободы, 70 лет назад народы земли получили относительную свободу, ну в общем, свободу от войны, земля тоже успокоилась от войны. И сегодня, в общем-то, мы будем как бы тоже поднимать тему свободны, только уже свободны в Боге, покоя Господнего. Сегодня мы будем изучать два раздела Торы. Бехар, это Левит, глава 21 глава, и Бехокатай, Левит 26 и 27 глава. То есть сегодня мы будем изучать три последних главы книги Левит, которые входят в два раздела. Бехар и Бехокатай. Бехар обозначает «на горе», имеется в виду гора Синай, и все, что сказано «на горе», значит, оно имеет статус закона. И мы сегодня будем говорить о законах года Шмиты, то есть 7-го года, и о законах юбилейного года. А в Бехокатай, что обозначает «по моим законам», говорится о благословениях и за послушание, и наказаниях за непослушание для Израиля и постановления для священников об обетах. Я подниму, буду сегодня размышлять вместе с вами о законах года Шмиты и о законах юбилейного года. Ну, пару слов о главе Левит, вернее, о книге Левит. Значит, мы заканчиваем эту книгу, и было бы, я думаю, что для нас было бы полезно, размышляя об этой книге, все-таки помнить, что здесь говорится не столько о жертвоприношениях и жертвах, да, хотя об этом здесь много говорится, но здесь не столько об этом говорится. Здесь говорится о Боге, о святом и праведном Боге, и о человеке, который потерял свою праведность и святость, и о том, как восстановить отношения Бога и человека. Вот, и, соответственно, вся книга Левит, она говорит именно об этом, как человеку прийти к Богу на его условиях. Бог, он рассказывает, всю книгу Левит, он рассказывает, как через эти жертвоприношения, значит, как через смерть этих невинных животных все-таки восстанавливаются отношения через кровь, через пролитие крови, и что этим как раз говорится о том, что в свое время будет пролита та кровь, которая окончательно избавит человечество от греха. Итак, в сегодняшнем комментарии я остановлюсь на разделе Бехар, а конкретно закон 7-го года, год Шмидт и ювелирного года. Итак, эта глава, глава Бехар, она продолжает тему праздников. Вы помните, что в 20, ну, может быть, вы уже не так помните, но напоминаю, что в 23 главе книги Левит описаны праздники Господней. Она начинается с того, что Господь сказал, вот праздники мои. И он описал праздники, свои праздники. И вот юбилейный год и год Шмидты, он как бы, ну, чисто умозрительный, он как бы не вписывается в эти праздники. Но на самом деле, на самом деле, это так, потому что это особое время. То есть каждый седьмой год он объявлялся священным годом, отделенным годом для Господа. И юбилейный год через 7 раз по 7, да, через 49 лет он тоже объявлялся священным, отделенным для Господа. Вот. И он, таким образом, все отделенное священное во времени, оно, значит, приобретало статус праздников. Поэтому 23 глава и 25 глава, они очень близки по своему содержанию. Именно это праздники Господни. Вот. И давайте мы начнем с 7-летнего, с года Шмидты. Итак, каждый седьмой год, каждый седьмой год, это был особенный год. И что о нем говорится? Итак, 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря, «Объяви сынам Израилю, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». То есть это суббота Господня. «Шесть дней засевай поле твое, шесть дней обрезывай виноградник твой, собирай произведения их. А в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твое не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. Будет это продолжение субботы земли всем вам в пищу. Тебе, рабу твоему, рабе твоей, наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и даже зверям Господь не забыл, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Здесь говорится, о чем здесь говорится? О том, что когда народ, здесь же говорится еще людям, которые не пришли в землю обетованную, да, это еще впереди 40 лет. Вот, ну, говорит, когда вы придете в эту землю, вот, то у вас будет постановление для этой земли, не просто где-то в другом месте, но для земли обетованной. Вот, о том, что седьмой год, он будет субботой, он будет годом шмиты, он будет субботой Господней. Вот, и там написано «в седьмой год», то есть это говорится о том, в седьмой месяц, вот, о том, что эти законы, они вступают в год, они вступают в праздник труб, или праздники более известны нам как Росгашана, то есть с Нового года. Вот, и с этого времени, вот, в праздник, как только объявляется праздник труб, значит, земля должна отдыхать. Целый год люди не должны работать. Вот, я хочу сказать, что это достаточно крутое повеление такое для народа Божьего, потому что это как если бы нам сказали, ну вот, ребята, значит, работать вы не будете, всем записываемся в МГБА, и теперь ходим все в МГБА. Вот, с утра и до вечера. Почему я говорю, значит, сравниваю, да потому что это было, это время было не только временем отдыха земли, не только временем покоя земли, но это было временем приближения народа к Богу. Мы же не забываем, если народ ничем не занимается, он чем-то должен заниматься, да, вообще-то. Вот, и Бог, конечно, усмотрел это. В Второзаконии, по-моему, в 31 главе там говорится о том, что именно в год Шмиты народ изучал Тору, особенно, то есть на праздник Суккот, значит, все приходили, вот, и там много времени было посвящено изучению закона, было посвящено закону Божьего. Поэтому, как бы, это было не только время отдыха, это было время отдыха земли, мы не забываем, это было время восстановления духовных, время восстановления духовных сил народа, и это было особое время веры, выражения веры народа Божьего Господу, потому что это надо было иметь достаточно крепкую веру, для того, чтобы исполнять этот закон, надо было доверять Богу. Вот, а Бог сказал в этой же главе, Бог сказал, что если вы будете на это соглашаться, то я буду вам давать произведение земли в шестой год, на три года, на три года. Вот, и Бог был верным в этом исполнении, мы об этом, ну, в своем обетовании, мы дальше будем говорить. Вот, и очень интересно, что урожай в этот год, он становился, он становился достоянием всего народа. Вот, то есть каждый мог, каждый мог прийти на твое поле, политое твоим потом, там что-то вырастало, понимаете, вот, и он мог пользоваться произведениями, произведениями земли. Нельзя было, даже если у тебя там излишек был, и ты, например, укрыл, но смотришь, кому-то не хватает, люди все, приходят и приходят. Значит, надо было вынести это все, то, что ты собрал, поставить опять на это поле, соответственно, и люди будут, и люди могли пользоваться достоянием, то есть это было всеобщим достоянием. Вот, кроме того, значит, я хочу сказать, что Тора говорит также о второй цели субботнего года, это не говорится в этой главе, это говорится во второзаконии 15 главе, о том, что вторая цель субботнего года – прощение всех долгов. И это было время отпуска всех рабов на волю. Я когда читал, значит, вот когда читал все посвященное седьмому году, я как-то чувствовал, что-то у меня звучит, что-то звучит, я не знаю, как у вас, но вот у меня вот это звучало. «Отче насущен в небесах, да придет царствие твое», да, потому что вот это то, о чем мы говорим, это как бы, знаете, это как бы праздник, который притягивал небо на землю, да, «Да будет воля твоя», то есть человек, он утверждал, то есть если он шел на такие вот жертвы, можно сказать, ну, не столько физические, сколько моральные жертвы, что надо было как бы это все переживать, да, «Да будет воля твоя и на земле, и на земле, как и на небе». То есть это частичка неба, она приходила в жизнь еврейского народа. «Хлеб насущный, дай нам на каждый день, надо было верить, что хлеб этот дастся, да, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Ну, вот все, вот прямо как вот по молитве Господней. Итак, мы еще будем немножко говорить о годе Шмиты, а мы поговорим о юбилейном годе. 25 глава книги Левит, 8 стих. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в субботу, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубой в 7 месяц, в 10 день месяца, в 7 месяц, в 10 день месяца». То есть это вроде бы нужно, чтобы это было в первый день, да, раз начинается, первый день месяца, то есть в Новый год, но здесь в 10 день месяца, мы будем об этом рассуждать. «В день очищения вострубите трубой по всей земле вашей, и осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте, не жните, что само вырастет на земле, не снимайте ягод с необрезанных лосью». И это все юбилей, священным он будет для вас, с поля ешьте произведение. В юбилейный год возвратится каждый во владение свое. «Трубив шафар», то здесь говорится о том, что начинается этот 50-й год, струбление в шафар, само слово «юбилей» на иврите обозначает «юбил», и в общем-то это еврейское слово «юбилей», и обозначает рог животного, такого животного, у которого роги годятся на шафар. В день искупления. То есть юбилейный год начинался в день искупления, и это было очень символично, потому что по своему содержанию юбилейный год, вы смотрите, здесь рабы становились свободными, земля, которая была продана, может быть, 49 или 48 лет назад, она возвращалась опять владельцу. Значит, долги прощались, долги прощались. То есть, кстати, рабы даже, те, которые не хотели уходить от хозяева, они все равно становились свободными. То есть это было очень… Здесь как бы поднимался новый уровень как бы вот такой духовного приближения к Царству Небесному. Вот, и здесь звучал такой рефрен такой свободы, значит, такой вот именно мотив свободы, и он объявлялся «объявите свободу на земле всем жителям ее». То есть это был год, именно год свободы. Если Йом-Кипур объявлялась свобода людям от греха, то есть они были свободны, да, от тех грехов, которые последствуют этих грехов, то теперь здесь объявлялась свобода в материальном мире. То есть вот эта вот идея свободы духовной, да, она привносилась в материальный мир. И таким образом соединялась духовная свобода с материальным миром. И поэтому нет ничего более подходящего, чем, конечно, объявить юбилейный год, объявить именно во время Йом-Кипур. И теперь я предлагаю, смотрите, теперь вот мы рассмотрели два последних, можно сказать, праздника, да, Господних. Это год Шмиты и юбилейный год. А теперь давайте мы так пройдем, теперь восстановим саму картину праздника, то есть для того, чтобы увидеть, как бы вот как они вписываются, вот как они соединяются с друг с другом, вообще как они вписываются в духовную картину мира, вот то, что Господь предназначил для своего народа. Итак, суббота. Суббота говорит о Боге-Творце и символизирует право Бога устанавливать, упорядочивать жизнь людей. То есть шесть дней работай, один день отдыхай. Годовой цикл праздников, описанных в главе 23 Левит, это Песох, праздник опресноков, праздник первых плодов, шавуот, значит, и осенние праздники, это праздник труб Розгашана, Йом-Кипур и Суккот. Вот этот цикл праздников, он описывал, вернее, он сплачивал Израиль вокруг Господа, он сплачивал Израиль вокруг Бога и говорил о Боге как о спасителе, как об обеспечителе, как об искупителе Его народа. Седьмой год, это как бы он уже, если бы Шаббат и праздники, которые описаны в главе 23, годичного цикла, они как бы говорили больше о земле, о жизни на земле, то праздник, год Шмиты и юбилейный год, они как бы уже двигали народ в направлении небес, они показывали небеса, они притягивали эти небеса, они показывали вот этот покой Божий, потому что сама идея отдыха, годичного отдыха, а в юбилейный год, скорее всего, там спорят люди, но скорее всего, двухгодичного, потому что надо было, земля должна была покоиться, и в 49, это же был седьмой год, последний год семилетнего цикла, и в сам юбилейный год, то есть два года надо было на земле тогда отдыхать, понимаете, это было особенное какое-то время такое, так вот седьмой год был, он говорил о времени обновления и восстановления, о времени приближения к Богу, о времени Божьего покоя, о времени укрепления взаимоотношений с Богом, то есть народ восстанавливал свои духовные силы, в единении друг с другом, потому что они, многие социальные вопросы решались, связанные с рабством, народ восстанавливал свое человеческое достоинство, потому что рабы, имея в виду еврейские рабы, они выходили на свободу, восстанавливались вопросы, моральные некоторые моменты, связанные с тем, что люди были в долгах, долги прощались, то есть люди, они получали реальную свободу, это был такой, знаете, как вот я понимаю, такой годичный ретрит, вот я такой вот думаю, на что это похоже, это похоже на ретрит такой, то есть это время восстановления, а юбилейный год, это уже время устремленности в небеса, потому что это время возврата к чему-то, то, что было утеряно, потому что смотрите, это говорило о полном господстве Бога, это говорил, то есть юбилейный год, он говорил о безгрешном человеке, потому что вот сначала, как объявлялся юбилейный год люди они стане как бы они уже им уже грех не вменялся да вот ну в этот момент по крайней мере так вот скажем пока не там успевали не греши до насчет безгрешном человеке о том что он мог не трудиться и получать благо земли и у них были прекрасные отношения друг с другом буду что многие вопросы социальные отношения они решали на что это похоже понятно это похоже больше на утерянный рай да это в общем то что-то это возвращение к дему а с другой стороны мы понимаем что бог он ведет он ведет в будущее это не бог прошлого да это бог настоящего и бог будущего вот он ведет нас вперед вот значит и это на говорила народу о времени царства мессии понимаете это говорило о том времени народ знал что придет миссия и он сделает вот вот это вот все понимаете То есть это было напоминанием еврейскому народу о том, что будет. И сразу встает вопрос, а исполнялось ли это все? Потому что это важно вообще, потому что если это исполнялось, то это реально круто, особенно юбилейный год. Так вот, практически все в той или иной степени исполнялось. До Вавилонского пленения не очень исполнялось, за что, соответственно, народ и пострадал. Но наученный Вавилонским пленом народ очень хорошо исполнял. Особенно Готшмиты исполнял достаточно хорошо. Почему я так говорю? Потому что и греческий правитель Александр Македонский, и римский правитель, которые владели Палестиной, Юлий и Цезарь, в седьмой год они освобождали евреев от многих видов материальной повинности. Они уважали религиозное чувство евреев, и они видели, что они таких исполняют. Поэтому это историческое свидетельство. Но вот юбилейного, об исполнении юбилейного года нигде нет. Ни в Библии, ни в истории, ни в преданиях. В общем-то, такого свидетельства нет. А ведь именно юбилейный год, он больше всего говорит о власти Бога в жизни людей, о вере. Он больше всего говорит об искуплении. То есть именно юбилейный год – это то, что наиболее близко к небесам. То есть выше юбилейного года, идея, я имею в виду, юбилейного года, это только небеса. И неудивительно, что первые слова Ишоа, после того, как он в силе духа вернулся после сорокодневного поста, были. Давайте мы вспомним. Это у нас Лука, по-моему, 4 глава. Да, 4 глава, 14-21 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему, мы говорим о Ишоа, в день субботни в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, отдав ее служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Аминь. Друзья, может быть, не все понимают, о чем здесь Ишоа говорил, но он говорил не только тем, кому он говорил, а к кому он пришел. Он пришел в Назарет, он пришел к тем людям, кого он знал близко. Слово говорит о том, что он знает каждого из нас. Поэтому это каждое слово, которое было сказано им тогда, оно говорит именно об этом. Он говорит «Друзья мои, я послан моим отцом, я послан сюда, чтобы я знаю все ваши проблемы, я с вами вырос». Это как бы сама идея, я с вами вырос, я видел ваши проблемы, как они решались, я видел, что вас беспокоит. Я знаю, кто чем не хватает, у кого какие проблемы с детьми, в семьях. Я все знаю про вас, Назарет – это небольшой город. Так вот, я пришел принести вам добрую весть, благовестовать, это другими словами, я принес вам добрую весть. Исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, всяким зависимым, да, людям в долгах, там, людям зависимым, значит, людям в грехах и так далее. Я пришел освободить вас, чтобы это больше не давлело над вами, чтобы это не давлело над вашими жизнями, над вашими семьями, над вашими городами, над вашей землей. Слепым прозрением, то есть те, кто не видят, они увидят, это не обязательно, хотя и слепым прозрением, и слепым духовно прозрением, отпустить измученных на свободу. Аминь. Реально, я знаю, что каждый из вас переживал вот эту вот, да, вот эту измученность вот эту вот определенную, потому что есть, слава Господу, Бог дает нам много радости, но жизнь в материальном мире, она приносит вот эту вот определенную усталость, можно сказать, правильно? Вот когда люди сталкиваются со многими проблемами, они устают и с ношением своей физической храмины, там, и с многими проблемами и так далее. Я говорю, и этот вопрос даже я решу, отпущу вас на свободу, и в этом плане вы будете иметь свободу. То есть, все, что запланировало Отцом Небесным для народа, и для еврейского народа, и для каждого, для народа Божьего в сегодняшний день, оно, вот оно сокрыто в этих словах, в идее вот этого юбилейного, юбилейного года, который пришел с приходом Ешоа, пришел на землю. Но этим не заканчивается. И далее в 61 главе продолжаем эти слова, которые начал говорить, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И далее. Так немножко пропускаю. «И будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Друзья, это добрая вещь для Израиля. Не только для каждого человека, о чем мы говорили выше. Здесь есть добрая вещь для Израиля, что будет время, и его народ, он таки войдет в свое предназначение, войдет в свое призвание. Он узнает, кто есть его Мессия. И то, чему служит наша община, то, чего жаждет наше сердце, это то, чтобы еврейский народ, он действительно вошел в свое призвание, священническое призвание перед всеми народами, чтобы он восстановил отношения с Господом, чтобы он увидел и всем сердцем принял того Мессию, который есть именно тот самый Мессия, который есть еще. Давайте мы как раз сейчас за это и помолимся. Аминь. Давайте встанем. Драгоценный Отец, Бог наш, мы благодарны Тебе, Господи, за Твое доброе сердце, Господь, за то, что Ты добрый Бог, благословляющий Бог, Господь, за то, что Ты Бог, Господь, который предназначил для каждого из нас только самое доброе. Ты дал нам добрую весть о том, что мы имеем возможность восстанавливать отношения с Тобой, и мы имеем эти отношения, Господь. Мы имеем возможность пользоваться благами, Господи, Твоей доброты во всех аспектах нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за это. И также мы благодарны, Господь, за Твой народ, Господь, за то, что Ты не забыл свой народ. И Твоя добрая весть, она распространяется на весь Твой народ, где бы он ни был, Господи. И в Израиле, и в других странах, Господь, и в Одессе здесь. У Тебя есть добрая весть для каждого еврея, Господь, о том, что Ты помнишь его, что, Господь, жизнь каждого, Господь, еврея, она для Тебя дорога, Господи. И, Господи, и Ты стучишься в их сердца, и мы просим Тебя, чтобы, Господь, это Твоя просьба, Господь, она была услышана, Господь, каждым евреям, Боже, Господь, каждым человеком, Боже, Господь, которому предназначено спасение. И мы молим Тебя о том, чтобы, Боже, свет Мессии, Господь, он воссиял в жизни каждого человека Божия, каждого еврея во имя Ишоа Мессии. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok